Друзья, мы пять минут выдержали академических, дождались, как всегда, лектора. И приступаем сегодня к очередному вебинару Высшей школы терапии Московского городского научного общества терапевтов. Мы перешли в режим онлайн, и на самом деле у нас количество слушателей даже увеличилось, а не уменьшилось, что приятно. Мы перешли, чтобы она на кнопочку нажала. Основная масса лекторов продолжает работать. Кто-то учится, кто-то уже хорошо освоил эту технологию. Поэтому мы думаем, что за этим некоторое будущее. Посмотрим, как будет развиваться дальше ситуация. Значит, у нас сегодня первый доклад посвящен гипертонии с высоким сердечно-сосудистым риском. Значит, вот тема, которая раньше, может быть, звучала как-то так, ну риск, ну и что. Сейчас она звучит очень болезненно, потому что больные фактически оставлены дома один на один со своим. И мы уже знаем случаи, когда люди умирают. А сколько вы выступали по времени? В общем, не получая помощи. Вот недавно погиб какой-то известный человек из коммерсанта, бывший коммерсанте. За неделю до этого он пытался найти контакты врача. Со всех стран задавали вопрос. Не нашел или нашел, не знаю уж как. Но сами понимаете, что в этой ситуации, когда вы не можете выйти на улицу, когда вы не можете купить лекарства, вы не можете пригласить врача, вы оказываетесь в жуткой ситуации. Особенно страшно это для одиноких людей, естественно. Для тех, кто помоложе, это не так страшно. А вот для пожилых, одиноких, это ситуации ужасные. И поэтому сегодня сердечно-сосудистая патология в условиях тотального такого, даже не знаю, как назвать это, тотального лагеря. Это ужасно. При этом все рассказывают, как нужно соблюдать карантин, как нужно не выходить на улицу, как туда-сюда. И вот сегодняшний метро в каждом метро, часовые очереди, на вход. Стоят люди, прижавшись к лечению. И менты пальчиком забивают их номера к себе в телефон, пробивают, насколько у них пропуска. То есть ни о каком вообще социальном пространстве, или там социальном, как оно там называется, дистанции, нет никакой речи. Просто миллионы людей сегодня были сбиты в кучу. А я не уйду. Если вы говорите о том, чтобы общаться и сидеть, как мышки, не выходя из дома, это один разговор. Но если вы так не говорите, тогда вот то, что мы сегодня имеем. Это, к сожалению, еще и социальный сегодня. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, наш фебинар проходит на фоне непростой ситуации, поэтому я начну с того, что всем пожелаю хорошего здоровья, настроения и надеюсь, что мы все-таки быстро вернемся к нормальной жизни. Ну, вот что касается моего доклада, то он посвящен актуальной проблеме пациентов с артериальной гипертонией высокого риска. То есть я хотел бы прояснить эту ситуацию. Что это за категория пациентов, как их надо ввести, согласно современным рекомендациям. Ну, и, конечно, сейчас все говорят о коронавирусе. Немножко, небольшая часть моего выступления будет посвящена взаимосвязи ковида, сердечно-сосудистыми заболеваниями и некоторой информации, которая вызывает интерес. Но, в общем-то, на это особенно обращать внимание не надо. Итак, давайте начнем с определения. Кто же такие пациенты высокого риска? Так, слайды пока не идут. Или тоже не идут? Слайды, Андрей, слайды не идут. Смотрите, у вас я слышу звук ошибки. Может, вы попробуйте мышкой кликнуть по слайду и потом стрелочками переключать? Так, вот так. И стрелочкой? И стрелочкой. Вот это? Вот это. А, вот это. Пошел? Так, стоп. Отлично. Он через... Так. Ну, вроде пока идет. Уважаемые коллеги, значит, пациенты высокого риска. Если проанализировать вот так называемый сердечно-сосудистый континуум, начиная от факторов риска, дальше через ишемическую болезнь сердца, хроническую сердечную недостаточность, то пациенты высокого риска находятся в начальном этапе. То есть, когда у человека есть артериальная гипертония, нарушение липидного обмена, курение, но нету заболеваний, связанных с атеросклерозом. То есть, высокий риск в данном случае означает риск, высокий развитие заболеваний, связанных с атеросклерозом. То есть, пациенты с артериальной гипертонией высокого риска – это объект первичной профилактики. Вот это очень важно понимать. И, конечно, когда мы говорим о высоком риске, прежде всего, конечно, надо отталкиваться от артериальной гипертонии, потому что, если сравнивать гипертонию с другими факторами риска, то он, безусловно, вносит наибольший вклад в преждевременную смертность. И поэтому, насколько мы своевременно будем выявлять эту патологию, правильно вести этих пациентов, от этого будет зависеть эффективность профилактики сердечно-сосудистых. осложнений. И вот, посмотрите, в связи с этим я хотел бы две цифры привести из прошедшей диспансеризации. Вот диспансеризация, которая прошла в 2012 году. И вот проанализировали пациентов сердечно-сосудистыми заболеваниями, причем впервые выявленных. Конечно, среди них пациентов очень много, наверное, высокого риска. И вот обратите внимание, гипертоников подавляющее большинство, среди всех заболеваний, связанных с атеросклерозом, ИБС, стенокардия, цербровосклерозные заболевания, гипертоники – это подавляющее большинство. Более того, обратите внимание, когда проанализировали всех пациентов, не только больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но и всех пациентов со всеми болезнями, оказалось, что гипертоников ровно половина. Отсюда вы можете представить масштаб проблемы, еще раз подчеркиваю, важность своевременного выявления и правильного введения пациентов высокого риска. Как определяются пациенты высокого риска? Какой у нас инструмент? Ну, все вы хорошо знаете, шкала SCORE. Мы оцениваем риск развития, то есть смерти сердечно-сосудистых заболеваний в течение 10 лет. И вот когда риск находится в пределах от 5 до 10%, это пациенты высокого риска. Но, к сожалению, шкала SCORE не учитывает такие важные моменты, как поражение органов мишени, тем более она не учитывает сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания. Особенно важно в плане диагностики пациентов высокого риска выявления поражения органов мишени. Это гипертрофия левого желудочка, сосудистые изменения, поражение почек, снижение скорости почков фильтрации и так далее. То есть задача практического врача – не пропустить эти изменения, своевременно выявлять поражение органов мишени, поскольку любое поражение органов мишени, согласно стратификации сердечно-сосудистого риска, тут же относит пациентов к группе высокого риска. А вот сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания – это уже относит пациента к группе очень высокого риска. И вот не случайно во всех рекомендациях, в современных рекомендациях, и в российских рекомендациях, и в европейских рекомендациях, обращают внимание врачей на важность своевременного выявления поражения органов мишени, которое может уточнить риск, потому что на основании только спор мы можем пропустить пациентов высокого риска, это с одной стороны, а с другой стороны поражение органов мишени, он дает как бы подсказку врачам, какой лучше препарат выбрать, потому что врачи должны понимать, что для антигипертезивных препаратов важно не только снижение артериального давления, но и органопротективный эффект. То есть это одинаково важным должно быть для врача, потому что препараты с органопротективным эффектом обеспечивают максимальное снижение сердечно-сосудистого риска. И вот не случайно, если вы посмотрите последние европейские рекомендации, пожалуй, впервые для оценки риска объединили шкалу скор и стратификацию риска по сердечно-сосудистому заболеванию. И вот посмотрите, здесь группу высокого риска можно определить и по шкале скор, и по наличию поражения органов мишени. Считаю, что это, в общем-то, достаточно идеальная ситуация в плане определения пациентов высокого риска. Раньше этого не было, так что вот появление этой таблицы надо, в общем-то, приветствовать. Итак, как мы должны вести пациентов высокого риска? Ну, есть такое золотое правило вообще введения кардиологического пациента на любом этапе сердечно-сосудистого континуума, какой бы пациент к нам ни приходил, основная цель – это максимальное снижение развития сердечно-сосудистых осложнений, то есть добиться максимального эффекта в плане снижения риска развития сердечно-сосудистых осложнений. Вот, уважаемые коллеги, обратите внимание, в 2020 году вот практически завершился цикл новых рекомендаций, вышли уже и Минздравовские рекомендации, сейчас Минздрав, в общем-то, выпускает рекомендации по различным патологиям, ну и в том числе по артериальной гипертонии. Вот я тоже участвую в разработке этих рекомендаций, так что все, о чем я буду говорить, можно мне, в принципе, в этом отношении верить. Итак, как нам добиться максимального эффекта у пациентов высокого риска? Ну, конечно, прежде всего антигипертензивная терапия, это безоговорочно, пациенты высокого риска сразу требуют медикаментозного лечения артериальной гипертонии, лепит, снижающая терапия, к чему мы еще не особенно привыкли, потому что статины врачи чаще все-таки назначают пациентам с ишемической болезнью сердца и с другими клиническими проявлениями атеросклероза. До недавнего времени даже рассматривалась антиагрегантная терапия, аспирин в низких дозах у пациентов высокого риска, но в последних рекомендациях в общем-то не советуют врачам использовать его качество первичной профилактики, но об этом я чуть похоже скажу. Ну и конечно очень важный момент это коррекция всех сопутствующих факторов риска. Вот если мы выполним все эти условия, мы добьемся максимального эффекта снижения сердечно-сосудистого риска. И вот посмотрите, антигипертензивная терапия, то есть это в последних рекомендациях, тактика ведения пациентов, пациенты высокого риска, даже при первой степени повышения артериального давления, если у пациента есть сопутствующие поражения органов мишени, они в общем-то требуют безоговорочно медикаментозной терапии. Что касается немедикаментозной коррекции факторов риска, это как говорится святое, это рекомендуется всем пациентам, независимо от того, назначили вы препарат или не назначили. После того, как мы выбираем антигипертензивные препараты, мы должны добиться адекватного контроля артериального давления, то есть достичь целевых уровней артериального давления. Здесь есть небольшие изменения, я коротко скажу, то есть программа минимум, это снижение давления до 140 на 90 мм кубного столба и ниже, при хорошей переносимости допускается более интенсивное снижение до 130 на 80 мм ртутного столба. Но достичь такого уровня артериального давления, как рекомендуют эксперты в последних рекомендациях, можно только на фоне комбинированной антигипертензивной терапии. Потому что вот когда проанализировали ситуацию во многих странах, оказалось, что вот самый хороший показатель это у 50% больных с артериальной гипертонией достигается адекватный контроль артериального давления и во многом это связано с тем, что врачи по привычке назначают один препарат. А вот в новых рекомендациях все-таки врачам советуют делать ставку на комбинацию из двух препаратов. Вот, кстати, вот ситуация в России в плане адекватного контроля артериального давления, то есть это данные известного эпидемиологического исследования ССРФ максимум 25% гипертоников достигают адекватного контроля артериального давления. Когда я выступаю вот с такими сообщениями и прошу в зал поднять руки, кто сразу назначает комбинацию из двух препаратов, то есть только 10-15% врачей голосуют за то, что они сразу назначают комбинированную терапию. В общем, без комбинации двух препаратов на старте лечения невозможно добиться адекватного контроля артериального давления. Вот, пожалуйста, алгоритм для введения пациентов с артериальной гипертонией и в первую очередь пациентов высокого риска. Ну, как вы, наверное, поняли, пациенты высокого риска это пациенты с неосложненной артериальной гипертонией. Я уже в начале своего выступления об этом говорил. И вот, несмотря на то, что гипертоники неосложненные, на первом же этапе, как я уже сказал, рекомендуется выбор из четырех классов антигипертензивных препаратов, то есть сразу комбинация из двух препаратов, желательно в фиксированной форме для улучшения приверженности к терапии. Дальше мы переходим на тройную комбинацию с неостегаемым эффектом, ну и, наконец, вот, если и здесь эффекта нет, значит, мы уже сталкиваемся с резистентной гипертонией, тут уже идут вход в другие препараты типа спиронолактона, диуретиков, альфа-блокаторов и бета-блокаторов. Обратите внимание, в новых рекомендациях немножко изменили позицию бета-блокаторов, которые рекомендуется назначать при хронической сердечной недостаточности и остром инфаркте миокарда. Хотя при неосложненной гипертонии тоже, если есть, например, повышенная ЧСС, мы все равно не обойдемся без бета-блокаторов. Другое дело, что есть метаболически нейтральные бета-блокаторы, на которых надо сделать в общем-то вставку. Там небивалол, бисопролол, корвидилол и метапролол. Очень важный момент, я просил бы вас обратить внимание на этот слайд, я практически его зачитаю, потому что это очень важная определяющая необходимость комбинированной терапии. Ну вот представьте себе неосложненного гипертоника пациентов высокого риска, ведь большинство из них, поскольку у них нет никаких осложнений, никаких неприятных ощущений, вот очень часто повышенное давление ничем себе не проявляет, поэтому они не мотивированы на лечение, то есть они подсознательно ищут причину, чтобы не лечиться. И вот представьте себе, что вы назначили такому пациенту один препарат, монотерапию, ну в 40% случаев, в лучшем случае вы добьетесь эффекта. Это будет как бы повод для пациента, который и так не мотивирован на лечение, не продолжать лечение. А если вы назначите сразу два препарата, то вероятность достижения адекватного контроля высокая, и вы как бы предъявляете аргументы вашему пациенту, что вы правильно его лечите, вот тогда пациент как бы поверит вам. То есть стартовая комбинированная терапия является не просто способом достижения адекватного контроля артериального давления, но и инструментом повышения приверженности пациентам к лечению. Поэтому очень важно об этом знать. Ну и конечно когда мы говорим о стартовой комбинированной терапии, преимущество имеет фиксированные комбинации, потому что ясно, что чем больше пациент принимает препараты, тем более немотивированный пациент, тем ниже приверженность терапии. А тут если вот в одной таблетке объединены два компонента, конечно повышается приверженность пациентов к лечению и с этой точки зрения конечно фиксированные комбинации имеют преимущество над произвольными комбинациями антигипертензивных препаратов. Вот хотел бы для примера привести такой препарат препарат Лозап АЭМ то есть это изменение названия раньше он назывался Амзаар это комбинация это кстати оригинальная комбинация лазертана и амладипина хорошо вам известные препараты каждый из них является лидером в своей группе и лазертан среди блокаторов рецепторов ангиотензина 2 и амладипин среди антагонистов кальция но все вы хорошо знаете антигипертензивные эффекты лазертана и амладипина но этот препарат эти компоненты вернее объединяют себе свойства не только антигипертензивного эффекта но и органопротекции о чем я говорил потому что еще раз повторяю что врач должен придавать одинаковое значение и снижению артериального давления и органопротекции вот я хотел бы привести как бы пример вот сопоставляя вот компонент этого препарата лазапа аэм вот эффект достижения адекватного контроля давления на монотерапии и на комбинированной терапии вот посмотрите когда пациентам давали толку лазертан вот только где-то 59-60% достигают адекватного контроля артериального давления а вот специально было спланировано исследование в котором сначала давали пациентам лазертан то есть монотерапию причем высокие дозы этого препарата дальше пациентов переводили уже на комбинацию лазертана и амладипина и мы сейчас посмотрим эффект то есть по сравнению с монотерапией обратите внимание более выраженное снижение и систолического и диастолического артериального давления на фоне применения комбинации двух этих компонентов как результат целевой уровень на основе толку лазертана достигнут 60% случаев а на фоне лечения лазапом аэм где-то 90% пациентов достигают адекватного контроля артериального давления ну здесь примерно представлена то же самое еще в одном исследовании было показано что лоза паэм примерно два раза эффективнее снижает артериальное давление и систолическое и диастолическое чем просто применение одного из компонентов лазертана причем этот препарат что очень важно обеспечивает длительный эффект потому что хорошо известно что на фоне терапии какими-то компонентами или даже комбинированной терапии эффект немножко ослабевает с течением времени а вот на фоне применения лозапа аэм обеспечивается длительный контроль и систолического и диастолического артериального давления и причем были бы было показано на основании метаанализа что комбинация стандартных дозблокаторов рецепторов и антагонистов кальция более выраженно снижает артериальное давление чем высокие дозы то есть можно в принципе два варианта рассмотреть или увеличить дозу одного препарата или например комбинация из двух препаратов и вот особенно наглядно это демонстрируется на следующем слайде это достаточно много исследований были как бы объединены 42 рандомизированных клинических исследований причем по каждому из классов препаратов и в среднем оказалось что комбинация из двух препаратов 5 раз более эффективна чем удвоение дозы одного препарата таким образом эти данные демонстрируют важность назначения стартовой комбинированной терапии для того чтобы пациент успешно лечился и не отменял препараты потому что еще раз говорю что фиксированные хорошие комбинации типа Лозапа АМ конечно они еще повышают приверженность пациентов к лечению ну еще раз хотел бы обратить ваше внимание на то что компоненты Лозапа АМ обладают не только адекватным антигипертезивным эффектом но еще достаточно доказанной органопротекцией я сейчас хотел бы очень коротко проанализировать те исследования чтобы обратить ваше внимание на органопротективные эффекты компонентов вообще важность органопротекции вот исследование АСКОД обратите внимание здесь как раз участвовали пациенты с артериальной гипертонией высокого риска одна группа лечилась на фоне применения амладипина спириндаприлом хорошо известные препараты а другая группа лечилась на фоне не очень-то хороших препаратов атенолол гидрофлортиазид наиболее критикуемые препараты из-за отрицательных метаболических эффектов но исследователи специально подбирали такие дозы что у обеих групп обеспечивалось примерно одинаковое снижение артериального давления и вот посмотрите на результат несмотря на то что в обеих группах давление снижалось практически одинаково снижение сердечно-сосудистого риска оказалось более выраженным то есть почти в три раза больше в группе амладипина а за счет чего спрашивается давление снижалось одинаково а количество осложнений и смертей было значительно меньше в группе амладипина а вот как раз за счет хорошо известного органопротективного эффекта и в частности вазопротекции на фоне применения амладипина кстати периндаприл тоже обладает вазопротективным эффектом то есть это исследование как раз демонстрирует важность препарата когда выбираем препарат еще дополнительного органопротективного эффекта что касается лазертана то этот препарат ассоциируется с хорошо известным исследованием не менее известное исследование лайф особенность этого исследования состояла в том что в нем участвовали пациенты с артериальной гипертонией и у всех была гипертрофия левого желудочка вот более чем 9000 пациентов одна группа лечилась на основе лазертана ну там потом еще добавляли другие препараты для достижения адекватного контроля а другая группа лечилась на фоне атенолола то есть увеличивали дозу добавляли тоже другие препараты и в этом исследовании тоже удалось сбалансировать группы и препараты таким образом что в обеих группах было достигнуто примерно одинаковое снижение артериального давления но результат оказался совершенно разным в плане вот конечных точек обратите внимание в группе лазертана отмечается более выраженный регресс гипертрофированного левого желудочка при одинаковом снижении артериального давления как результат в группе лазертана происходит более выраженное снижение риска сердечно-сосудистой смертности и особенно это касалось инсультов то есть наиболее выраженно вот в группе лазертана снижается риск развития новых случаев инсульта то есть вот как бы я хотел бы обратить еще раз ваше внимание не просто на антигипертензивный эффект препарата а на стратегическое воздействие этого препарата снижение сердечно-сосудистого риска и вот посмотрите вообще самое высшее как бы достоинство исследования заключается в том когда результаты этого исследования отражаются на показаниях для применения этого препарата вот в частности благодаря этому исследованию если вы посмотрите например показания для применения лазертана это не просто артериальная гипертензия и хроническая сердечная недостаточность о которой мы все хорошо знаем но стратегический эффект снижения риска развития инсульта у пациентов с артериальной гипертензией и гипертрофией левого желудочка еще один момент связан с этим исследованием это единственное исследование в котором было показано что антигипертензивный препарат снижает уровень мочевой кислоты и вот за счет снижения уровня мочевой кислоты на фоне применения лазертана вот именно этим эффектом на 30% объясняется влияние лазертана на конечные точки то есть вот это единственный антигипертензивный препарат который как бы снижает уровень мочевой кислоты доказано что уровень мочевой кислоты является одним из важнейших факторов риска развития сердечно-сосудистых осложнений и лазертан практически единственный препарат если сравнить с другими представителями этого класса которые обеспечивают вот такой эффект а если вообще говорить о проблеме мочевой кислоты вот распространенности повышенного уровня мочевой кислоты вот пожалуйста вот есть наблюдательное исследование по различным регионам в России в котором было показано что почти у 50% пациентов с артериальной гипертонией и с метаболическим синдромом выявляется повышенный уровень мочевой кислоты кстати вот не случайно в новых рекомендациях и в Минздравовских рекомендациях и в европейских мочевую кислоту включили список факторов риска которые отягощают течение артериальной гипертонии поэтому еще раз подчеркиваю важность этого препарата не только в плане снижения артериального давления но и в плане кардиопротекции и уменьшения уровня мочевой кислоты ну и если суммировать все что я говорил о лозапе АЕМ то есть комбинация лазертана и амладипина еще раз повторяю это оригинальная комбинация эти компоненты с одной стороны обеспечивают адекватный контроль артериального давления а с другой стороны они как бы обеспечивают суммарный органопротективный эффект то есть лазертан это кардиопротекция а амладипин это в основном вазопротекция ну и конечно блокаторы рецепторов ангиотензина 2 они конечно вот эффективны при альбуминурии различного различного характера ну еще один момент о котором я хотел бы сказать снижение риска развития отеков голени ну хорошо вам известно что если например вы в своей практической работе назначаете амладипин то у некоторых пациентов развивается отек голени а вот если например амладипин входит в состав фиксированной комбинации в котором еще лазертан количество отеков голени уменьшается ну очень коротко за счет чего это происходит только антагонисты кальция как им является амладипин они расширяют прекапиллярные артериалы ну и никак не влияют на посткапиллярные сосуды и поэтому происходит переполнение сосудов крови и отсюда вот повышенная проницаемость и отсюда вот отеки голени а вот блокады рецепторов ангиотензина амладипин и в том числе лазертан они наоборот расширяют посткапиллярные сосуды то есть кровоток продолжается нормальным образом и снижается риск развития голени таким образом если подвести итог каким же пациентам можно назначить этот препарат но лучше бы поставить такой вопрос а каким нельзя потому что получается что большинство гипертоников которые приходят к нам имея поражение органов мишени или например сухлинический атеросклероз кроме артериальной гипертонии конечно же этот препарат будет обеспечивать и кардиопротективный эффект и вазопротективный эффект так что достаточно большой контингент пациентов которым этот препарат поможет и снизить артериальное давление и оказать органопротективный эффект с целью как я уже сказал добиться достижения максимального эффекта максимального снижения сердечно-сосудистого риска ну вот теперь немного о ковиде 19 то есть коронавирусе то есть вот сейчас выходит очень много рекомендаций о взаимосвязи коронавируса сердечно-сосудистыми заболеваниями вот российское кардиологическое общество в этом году тоже выпустило эти рекомендации я хотел бы здесь обратить ваше внимание на несколько моментов ну во-первых вот наиболее частые ассоциации при коронавирусе наблюдаются у пациентов с артериальной гипертонией с сахарным диабетом до 30% таких пациентов имеют вот такое сочетание коронавируса и артериальной гипертонии более того летальность вот на основании вот китайских данных посчитали летальность вот если средняя летальность равняется 2,4% то у гипертоников она больше 6% у пациентов с сахарным диабетом 7% ну о чем это говорит ну нельзя говорить о том что например сердечно-сосудистые заболевания повышают риск развития коронавируса а вот если коронавирус уже присоединяется к сердечно-сосудистым заболеваниям конечно риск значительно выше чем просто при сердечно-сосудистом заболевании без коронавируса механизмы этих ассоциаций они в общем-то не ясны но я выскажу свою точку зрения мне все-таки кажется что здесь дело конечно не столько в гипертонии и сахарном диабете а здесь дело в том что заболевания чаще наблюдаются у пожилых пациентов а у пожилых пациентов более высокая смертность от коронавируса хотя в последнее время уже появляются сообщения что и более молодые лица умирают от коронавируса ну в любом случае эти ассоциации как бы анализируются рассматриваются различные варианты вот этих взаимосвязей ну будем ждать каких-то дальнейших материалов вот по поводу этого заболевания один из интригующих вопросов который в общем-то поднял коронавирус предположения о неблагоприятных эффектах приема ингибиторов АПФ или блокаторов рецепторов ангиотензина 2 то есть начали говорить как будто о том что эти препараты как бы увеличивают способность коронавируса проникать в клетки но к сожалению эти ну не к сожалению а к счастью наверное эти данные основаны только на небольших работах на животных которые показали увеличение активности АПФ 2 рецептора то есть коронавирус как бы проникает ткани через этот фермент АПФ 2 не тот АПФ который блокирует ингибиторы АПФ а АПФ 2 и вот начали утверждать на основе этих работ на животных что вот применение ингибиторов АПФ или блокаторов увеличивает количество АПФ 2 рецепторов и способствует как бы лучшему проникновению ткани то есть в легких сосудах и так далее однако для этого должны быть какие-то клинические исследования чтобы доказать что действительно например применение ингибиторов АПФ отягощает вот течение сердечно-сосудистого заболевания и провоцирует как бы то есть провоцирует более выраженное течение коронавируса то есть таких таких данных нету чтобы было показано что вот эти вот ингибиторы АПФ или блокаторы рецепторов ангиотензина 2 они как бы улучшают проникновение вирусов ткани и вот как раз в этих рекомендациях как раз и написано что в настоящее время нет клинических данных свидетельствующих о благоприятном или неблагоприятном влиянии терапии ингибиторов и АПФ блокаторами рецепторов ангиотензина 2 на исходы у пациентов с COVID-19 и поэтому если пациент получает например по поводу гипертонии и шимической болезни сердца и сердечной недостаточности эти препараты ингибиторы АПФ или блокаторы рецепторов ангиотензина 2 не надо их отменять потому что отмена этих препаратов она наоборот будет увеличивать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний инфарктов инсультов и так далее так что это только предположение еще не доказанное что касается обычных рекомендаций как вести например гипертонику в условиях коронавируса ну здесь особых таких изменений нету поскольку не установлен целевой уровень артериального давления у больных с COVID-19 следует использовать стандартные целевые уровни о которых я говорил и вообще вот введение пациентов с COVID-19 проводится исходя из общих клинических рекомендаций но другое дело что больным с артериальной гипертонией не рекомендуется плановые визиты к терапевту кардиологу и при наличии технической возможности они могут быть заменены на телемедицинские консультации это то что касается информации о взаимосвязи COVID-19 сердечно-сосудистыми заболеваниями и в частности вот с артериальной гипертонии конечно здесь накапливаться будут данные но лучше бы этот COVID-19 как можно раньше ушел бы от нас и в общем-то больше и не возвращался ну вот я подхожу как бы к последнему разделу своего сообщения я уже с самого начала обозначил главную цель ведения пациентов с высоким риском про идеальную антигипертензивную терапию я все сказал ну вот сейчас лепит снижающая терапия мы уже привыкли назначать я уже говорил лепит снижающую терапию у пациентов с ИБС или с другими клиническими проявлениями атеросклероза но не привыкли назначать статины у пациентов в качестве первичной профилактики в частности у пациентов высокого риска но исследования совершенно убедительно показывают что добавление статинов к антигипертензивной терапии обеспечивает более выраженное снижение сердечно-сосудистого риска чем только антигипертензивная терапия кстати исследование ОСКОД которое я уже показывал как раз это было там доказано что добавление статинов обеспечивает более выраженное снижение сердечно-сосудистого риска несколько слов об аспирине я уже говорил что раньше допускалось в определенной категории пациентов применение аспирина но вот последние рекомендации начиная с 2016 года 2017-18 они свидетельствуют согласно этим рекомендациям здесь хотя на английском языке этот слайд но переведу по-русски антиагрегантная терапия не рекомендуется у пациентов без сердечно-сосудистых заболеваний из-за повышенного риска кровотечения то есть риск побочных эффектов преобладает над пользой от применения аспирина хотя многие врачи жалуются что пациенты вот когда приходят к ним на прием очень много пациентов которые сами себе назначают аспирин под воздействием аспириновой рекламы если к вам такой пациент приходит надо любыми способами разубеждать этих пациентов чтобы они не принимали аспирин в качестве первичной профилактики ну и последние два слайда конечно же я уже антигипертензивная терапия леписнижающая терапия это хорошо но без рекомендаций по здоровому образу жизни отказ от курения снижение массы тела повышение физической активности мы не добьемся максимального эффекта более того есть исследования которые свидетельствуют о том что факторы риска такие как курение например ожирение они снижают эффективность антигипертензивной терапии поэтому нашему человеку российскому пациенту надо говорить о том что если они только принимают препараты и не ведут здоровый образ жизни говорить о том что они зря выбрасывают деньги на покупку препарата если они не будут отказываться от курения или вести здоровый образ жизни может быть вот такая информация пойдет им на пользу и они будут вести более здоровый образ жизни вот посмотрите прекращение курения сравнивали в плане снижения сердечно-сосудистого риска сравнивали с препаратом которые по определению влияют на прогноз аспирин бета-блокатор ингибитор АПФ статины оказалось что отказ от курения ничуть не хуже чем эффект этих препаратов ну понятно что препарат принять легче то есть принял и забыл а прекращение курения это очень большая работа над собой волевые усилия и так далее но тем не менее об этом тоже надо говорить пациенту ну вот завершая свое выступление еще раз хотел бы обозначить основные моменты для того чтобы правильно вести пациентов высокого сердечно-сосудистого риска это конечно в первую очередь адекватный контроль давления выбор препаратов с органопротективными эффектами что я продемонстрировал на примере препарата лоза-ПМ лепит снижающая терапия и конечно коррекция всех сопутствующих факторов риска но другой вопрос заключается в том ну это вот уже предпоследний слайд одна минута буквально что проблема пациентов высокого риска заключается в том что несмотря на то что с одной стороны они требуют интенсивного медикаментозного вмешательства комбинированная терапия лепит снижающая терапия с другой стороны они не мотивированы на лечение то есть это проблема приверженность но это совсем другая тема а закончу я показан еще один раз этого слайда то есть основной принцип золотое правило ведения любого кардиологического больного в том числе и пациентов высокого риска это сделать все для того чтобы максимально снизить риск развития сердечно-сосудистых осложнений спасибо за внимание еще раз вам желаю здоровья хорошего настроения и чтобы мы как можно быстрее вернулись к нормальной жизни спасибо спасибо так ну у меня некоторые вопросы тут появились если у кого-то созрели еще пишите значит ну например у вас там в одном из первых слайдов где шла речь о диспансеризации я увидел цифру 5000 человек на 100 тысяч населения с гипертонией что-то это как-то малово нет там на самом деле 5 5000 это впервые выявленные гипертоники то есть это да это не вообще гипертоники а гипертоники в основном есть категория гипертоников которые сами не обращаются к врачу потому что их ничего не беспокоит а при диспансеризации врачи их активно приглашали и вот поэтому это как бы дополнительная группа это не все гипертоники конечно это впервые выявлены вот поэтому понятно понятно меня зацепило цифры нет конечно я уже показываю там 40% примерно это реальная гипертония а это просто вот впервые выявлены так шкала скор основана на какой-то математической модели или все эти цифры откуда-то взяты значит Павел Андреевич я вам хочу сказать что я имею непосредственное отношение к разработчикам или к проекту скор значит это не математическая модель а это по всей Европе были собраны проспективные наблюдения с конечными точками с заболеваниями связанными с атеросклерозом в том числе и наш центр тоже проводил такое проспективное исследование и на основании такого огромного количества проспективных исследований была разработана вот эта модель так что это не просто так а на основании вот серьезных исследований ну откровенно говоря это ужасно потому что ее невозможно автоматизировать что невозможно автоматизировать там нет формул насколько я понимаю нет как нельзя автоматизировать есть кстати электронная версия в интернете электронная версия это просто калькулятор это калькулятор для оценки риска но то что риск оценивается абсолютно как бы объективно это 100% потому что общее число обследованных было около 200 тысяч, когда собрали все, а вот количество конечных точек огромное количество, так что более объективно быть не может. И российские данные тоже туда включены. Ну, с математическим аппаратом плохо там все было в то время. Это же старая шкала, она уже не свежа. Поэтому, может быть, и возник вопрос о том, что ее надо пересмотреть, улучшить, углубить и так далее, потому что действительно пользоваться трудно. Абсолютно правильно, но я там специально сказал, что вот в последних рекомендациях уже как бы рекомендуют врачам оценивать риск не только на основании шкалы СКО. Да-да-да, я на это обратил внимание. А скажите, пожалуйста, а есть какие-то публикации, в которых подробно описано, как вот были определены вот эти все показатели соотношения, например, там пола, курения, холестерина и артериальной гипертонии? Там же получается не индекс? Для СКОР, да. Вот просто я искал прицельные эти данные, мне не удалось найти. Значит, я вам пришлю ссылку 2003 года, как разрабатывалось СКОР. Там подробно все описано, вот почему вот на основании именно этих параметров артериальной гипертонии, общего холестерина и так далее. Хотя делаются попытки, конечно, это не все факторы риска. Вот есть версия СКОР, туда добавлены ли протеиды высокой плотности еще, которые позволяют как бы больше уточнить риск. Но с другой стороны, там есть такая оговорка, что при таком-то уровне, допустим, СКОР, там 5% или 10%, конечно, пациенты с ожирением, которые не входят туда, у них больше риск, чем, например, при том же уровне смертности от сердечных сосудов и заболеваний, но у которых нет ожирения. Сахарный диабет тоже самое увеличивает. Ну вот поэтому и была такая попытка, кроме СКОР, там добавить вот разные параметры, чтобы объективно оценить риск. Но я вам могу прислать эту ссылку 2003 года, откуда начинается история СКОР. Это будет очень хорошо, потому что мы историю любим. Да. Так что я пришлю обязательно. Теперь, вы сказали, что высокоэффективная терапия мотивирует пациентов лечиться. Но это такое просто умозаключение? Или есть какие-то исследования на эту тему? Значит, хороший вопрос. Исследования показывают, что если, например, пациенту давать монотерапию, я же приводил пример, монотерапия, комбинированная терапия, достижение адекватного контроля, конечно, на фоне комбинированной терапии больше. Выделить, например, там компонент приверженности, ну, специально этой целью не задавались. Но понятно, что именно за счет того, что пациенты чаще принимали комбинированную терапию, вот за счет этого и достигнут такой эффект. Хотя было бы интересно, вот Ну, мне кажется, это обязательно надо проверить, потому что это может быть действительно так, а поскольку комплоентность гипертоников вообще невысока, в принципе, да, то любой шаг здесь был бы полезен. В любом случае совершенно очевидно, что фиксированные комбинации, они увеличивают, я приводил данные, они улучшают приверженность пациентов к терапии. Это совершенно очевидно. Это и в рекомендациях написано, что почему они имеют преимущество перед произвольными комбинациями, потому что произвольные комбинации это много препаратов, а много препаратов это для немотивированного пациента плохо. А тут один препарат принял, а там два-три компонента. Ну, я не возражаю, я наоборот поддерживаю, просто мне кажется, такие вещи было бы неплохо проверять, это несложно. Мы, например, делали вот сейчас исследование по медикейсу, это вот телемедицинская наша установка в деревнях, и комплоентность на самом деле довольно высокая у гипертоников, как это ни странно, потому что с ним просто никто не работает, а тут вроде как телемедицина, вроде как что-то нужно давление мерить, еще что-то и выясняется, что они довольно неплохо ходят, и давление у них, кстати говоря, достаточно приличное у многих. Вот, поэтому тут подходы к комплоентности, они должны быть. Так, еще тут какой-то вопрос, я не очень понял, какая комбинация лучшая? Не знаю, как на этот вопрос ответить. Какая комбинация? Что имеется в виду? Просто какая комбинация лучшая? Значит, я скажу вот так, раз вопрос не уточнен, комбинация выбирается в соответствии с конкретной клинической ситуацией, с учетом и антигипертензивного эффекта, и органопротективного эффекта. Например, если к вам приходит пациент с гипертрофией левого желудочка или субклиническим атеросклерозом магистральных сосудов, какая комбинация будет лучше? Конечно, комбинация ингибиторов и блокаторов-рецепторов, потому что ингибиторы и блокаторы-рецепторов ангиотезина-2, они оказывают кардиопротективный эффект, а антагонисты кальция, они оказывают как бы вазопротекторный эффект. То есть с учетом клинических ситуаций надо подбирать комбинацию препаратов. Если, например, пациент полный и нуждается вот как бы в диуретиках, то возможно, например, и нету, например, поражения органов мишени, конечно, вот можно выбрать комбинацию, например, антагонистов кальция, диуретиков или ингибиторов АПФ и диуретиков. То есть выбор из четырех классов антигипертензивных препаратов в зависимости от конкретной клинической ситуации. Ну, то есть, возвращаясь к истокам нашей медицины, любимой, хотя я терпеть не могу эту фразу, лечение должно быть индивидуализировано в любом случае. Безусловно. Хотя никто никогда не произносил, что надо лечить не болезнь, а больного. Такие фразы были в конце девятнадцатого века и они свидетельствовали о бессилии медицины. Когда разговор шел о том, что мы не можем лечить болезнь, потому что у нас нет методов лечения болезни, и вынуждены лечить больного. Это туверкулез и так далее. Но, конечно, на самом деле мы лечим сегодня болезни, изощренно лечим болезни, потому что вся антигипертензивная тема – это абсолютная изощренность, влияние на рецепторы, влияние на какие-то тонкие молекулярные механизмы. Но, конечно, подбирать надо индивидуально, потому что люди разные. Поэтому я согласен с тем, что комбинация лучшей быть не может. Они все разные. Они все лучшие в конкретной ситуации. Ну, конечно, конечно. Да. Вот. Так. У нас там какая-то заминка с лектором. С лектором. Поэтому можем еще немножко... Кстати, вот я просто хотел выйти за рамки положенного мне времени. И вот интересный момент, связанный с нашим прошлым, с Советским Союзом. Вы помните классификацию Мясникова, да? Первая стадия, вторая стадия, третья стадия. Эта стадия была принята в 1951 году, 70 лет тому назад. Но до последнего момента европейские эксперты не признавали стадийную классификацию артериальной гипертонии. А вот если вы сейчас посмотрите вот последние рекомендации, там риск определяется на основе стадии артериальной гипертонии первая, вторая, третья. То есть точно такая же стадийная классификация, как в 1951 году. Очень приятно. Ну это и приятно и неприятно, потому что все, что мы здесь делаем и городим, на самом деле мы делаем огромное количество весьма хороших вещей. На Западе либо не знают, либо не воспринимают, либо вообще я не знаю как. Ну например, есть такая тема, вот сейчас при COVID-19 это ДВС-синдром. Кол на голове я протесал, я 25 января посмотрел, 25 января впервые написал, ребят, там ДВС-синдром и там надо лечить гепарином, плазмой и плазмоферезом. Значит, в России на прошлой неделе наконец в рекомендациях Минздрава появился ДВС-синдром и гепарин. Ни плазма, ни плазмофереза. Ну хотя бы гепарин. А ведь до этого его не было. Во всем мире просто эта тема не звучит. Как угодно они называют РДС, там ШМДС, все, что вы хотите, но только не ДВС-синдром. Но это ведь наша отечественная технология, это ведь Зиновий Сламонович Баркаган придумал, Мочебель придумал, там Андрей Иванович подхватил, мой батюшка. Я-то, так сказать, участник этих всех процессов. Если бы я не знал откуда ноги растут, я бы так, может, не возмущался. Вот. А там нет, там этого ничего нет, они стерильны совершенно и им хорошо без наших подходов. Но я просто, я просто к тому, что если вы возьмете, например, рекомендации, многие кардиологические рекомендации на 90%, вот возьмите гипертонию, ишемическая болезнь сердца, острый коронарный синдром, и сравните их с европейскими рекомендациями, 90% идет из европейских рекомендаций. То есть российского в европейских рекомендациях ничего нету. Я просто привел этот пример для того, что вот хоть один раз вот этот момент нашел отражение вот европейских рекомендаций. Ну, как-то надо отстаивать эту ситуацию. На самом деле, вот то, что сейчас бьются со скопусом, да, против чего все восстают, это может быть единственный способ пробиться в международные аналоги, потому что нас, конечно, никто не читает, потому что они там против России настроены, и все пляшут под Трампа, нет, они просто не читают нас, они этого не видят, и надо публиковаться, публиковаться, публиковаться. Есть журналы российские, которые... ну, есть, да, но пока мало. Пока мало. Вот в нашем центре два журнала, рациональная фармакотерапия и кардио-оскулярная терапия и профилактика. И оба на английском языке. А? Оба на английском языке. Нет, там и, да, и на русском, и на английском языке переводятся вот статьи, и они цитируют. есть на английском языке. Ну, это когда началось? Это два года назад началось? Да, да, да. Три года назад? Ну, о чем мы говорим? А мы сейчас говорим про Лесникова, 70 лет прошедших. Я, кстати говоря, еще одну тему знаю, это хроническая болезнь почек. Я в свое время написал, что ХПН это самостоятельная болезнь, т-т-т-т-т, ну, меня, конечно, обсмеяли, потому что ХПН это последствия нарушения заболеваний. А сейчас ХПН это новая патология. Так, ну что, мы готовы? Да, могу считаться, что мы подключили Луиза Долготна. Я с вами прощаюсь, да? Да, Давид Васильевич, спасибо большое. Не болейте. Не болейте. Да, здоровья вам и хорошего настроения. Счастливо. Счастливо. Спасибо. Все хорошо. Так, следующее у нас выступление Луиза Долготна. Ахмеджанова доцент. По проблемам неврологичных Здравствуйте, уважаемые коллеги. Пожалуйста. Мне всегда очень приятно нашими неврологическими знаниями. Ну и сегодня вы увидите, что проблема диабетической поля невропатии это не только неврологическая проблема, это мутидисциплинарный вопрос и, пожалуй, роль терапевта даже в некоторых отдельных формах диабетической поля невропатии более актуальна. Ну, уважаемые коллеги, вы знаете, что количество пациентов с сахарным диабетом растет с каждым годом. Сейчас, секунду, я наложу переключение слайдов. Да, мой доклад сегодня возможно с помощью компании беременной химии, ну и количество пациентов с сахарным диабетом растет. И, надо сказать, что это не только пациенты с сахарным диабетом, это и пациенты с преддиабетом. Потому что совсем недавно в России было проведено масштабное исследование, когда всем пациентам проводили исследование гликированного гемоглобина. И вот это исследование показало, что у пациентов, количество пациентов с сахарным диабетом на самом деле и не такое большое. Видите, что это всего лишь нам всего 5,5%. Но обратите внимание, какой большой процент людей оказался с преддиабетом. То есть это люди, у которых есть небольшое повышение гликированного гемоглобина, но еще нет как такового сахарного диабета. И теперь обращаю ваше внимание, что все осложнения сахарного диабета и в том числе диабетическая полиневропатия может быть и у пациентов на стадии преддиабета. И мы это видим на практике. У меня есть пациенты с преддиабетом, у которого есть не только диабетическая полиневропатия, но и начальная диабетическая ретинопатия. И даже начальная невропатия. Поэтому наш с вами сегодняшний разговор тем более актуален, когда у вашего пациента есть сахарный диабет или даже преддиабет, то всегда должны его скринировать на возможные осложнения. Вы видите, что до 30% пациентов с преддиабетом могут иметь диабетическую полиневропатию. И мы, когда встречаемся с пациентами с полиневропатией, всегда об этом помним. Ну и собственно сама по себе диабетическая полиневропатия. Что это такое? Это поражение периферических и автономных нервов, которые иннервируют внутренние органы у пациентов с сахарным диабетом. И форм диабетических полиневропатии много. Наверняка все вы знаете классическую дистальную симметричную сансомоторную полиневропатии и она проявляется в симптоме боли, а не менее зябкость, покалывание в ногах. Но не менее важна и другая форма это диабетическая автономная невропатия. Сегодня мы с вами поговорим о ней подробно. Кроме этого могут также поражаться и отдельные нервы на руках, на ногах или поражаться отдельные сплетения. Чаще это болезнично-крестовое сплетение, которое приводит к интенсивным болям в ноге и вызывает некоторые сложности с дифференциальным диагнозом любой шалги или радикулопатии. Но вам, уважаемые терапевты, я хочу рассказать об одной интересной форме диабетической полиневропатии. Это так называемая диабетическая торко-абдоминальная радикулоневропатия. Проще говоря, грудная радикулопатия. Что это такое? К вам на прием приходит пациент, страдающий сахарным диабетом и жалуется на боли в правом подребении. Наверняка вы подумаете о возможном холеститите или заболевании в печени. И действительно были такие случаи, когда таким пациентам проводили даже диагностические лапароскопии. Однако, на самом деле, никакой патологии внутренних органов у этих пациентов нет. У них есть поражение грудного нервного корешка, который интервирует эту область правого подреберья. И здесь это сопровождается боли. Боли это по характеру невропатическая, то есть она связана с повреждением нервной ткани. Как правило, она жгучая, колющая, стреляющая. Это уже такие для вас маркеры поражения нервной системы. И при сопутствующем поражении двигательных волокон могут даже возникать вот такие абдуминальные грыжи или выпячемые передней брюшной стенки. Уважаемые терапевты, я вам дам хороший совет, так как сегодня вы врачи общей практики стоите на передовой диагностического поиска наших пациентов. Если вы сомневаетесь, что может быть причиной боли и думаете о возможном поражении нервной системы, просто возьмите зубочистку и покалите в зоне боли. Если чувствительность в зоне боли будет как-то изменена, уменьшена или наоборот усилена, это скорее всего поражение нервных структур, это может быть нервный корешок или периферический нерв, и конечно такого пациента надо отправить к неврологу. В частности при этой форме диабетической радиоглопатии в зоне боли будет изменена чувствительность. Этого достаточно для того, чтобы подумать о патологии нерва, а это пациент сахарным диабетом, и вы соответственно подумаете о варианте диабетической боли невропатии. Но сегодня я бы с вами хотела поговорить о другой форме диабетической боли невропатии, потому что ваша роль в диагностике этой формы как-то нельзя более важна. Это диабетическая автономная невропатия. То есть это поражение нервов, которые иннервируют сердце, сосуды, желудочно-кишечный тракт, мочеполовую систему. И есть несколько их форм. Это наиболее частая кардиальная автономная невропатия. И самый ранний признак кардиально-автономной диабетической невропатии это тахикардия покоя. Но кто, как не вы, уважаемые терапевты, первые, кто могут заподозрить эту форму диабетической невропатии. Надо сказать, что неврологи далеко не часто обращают внимание на эти симптомы. В то время как у пациента с сахарным диабетом дахикардии покоя, при исключении всех других возможных причин дахикардии, является ничем иным, как первым симптомом кардиальной автономной невропатии. Безболевающая миогарда тоже очень серьезное проявление кардиальной автономной невропатии. Именно этот фактор приводит к достаточно высокой летальности у пациентов с сахарным диабетом от острого инфаркта миокарда, потому что они не замечают эту боль, они ее не чувствуют и соответственно не получают необходимую помощь. Крайним симптомам относятся снижение толерантности к физическим нагрузкам, фиксированный пульс, что такое это когда пациент совершает физические нагрузки, но в ответ на это у него нет компенсаторной тахитардии, которая возникает у здорового человека. Ну и наиболее поздное осложнение это ортостатическая гипотезия. Также пациенты с сахарным диабетом опять-таки придут к вам и будут жаловаться на тяжесть желудка после еды или будут жаловаться на запоры более-менее носит такой вот транзиторный характер. Если это пациент с сахарным диабетом и вы исключили другие соматические причины, то подумайте о гастро-нодиспинальной форме автономной диабетической нейропатии. Также пациенты могут жаловаться на нарушение мочеспускания и не торопитесь этого мужчину отправлять к урологу. Важным является вопрос о сохранной половой функции. Спросите у вашего мужчины насколько у него сохранная половая функция, если у него какие-то с этим проблемы, тоже может быть ранним признаком диабетической автономной нейропатии. Ну и также нарушение фото. Это ангидроз в гистальных отделах и гипергидроз в верхней половине тела является проявлением этого осложнения сахарного диабета. Ну и собственно что еще вас может сподвечь в сторону этого осложнения. Это характерные жалобы пациентов. Я уже основное озвучила. Это сердцевиение, это потемнение в глазах при приемении положения тела, это дисфагия, проявление гастропореза, нарушение мочепускания или сухо-скожных покровов. Ну и собственно для того что может пациент может вам к вам собственно прийти совсем с другой проблемой с повышением артериального давления. Но вы знаете что это пациент с сахарным диабетом. И поэтому я призываю вас к скринированию такого пациента на возможное наличие у него кардиально патронной невропатии. Задайте ему несколько вопросов. Есть у такие приходящие обмороки или быстрая утомляемость при физической нагрузке или какие-то нарушения мочеспускания или проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта. И вот такие наводящие вопросы тоже могут вовремя поставить диагноз. Ортосатическая гипотензия это конечно же поздное осложнение проявления кардиально-автономной невропатии. Но наверняка такие пациенты тоже вам хорошо знакомы. Это люди которые с сахарным диабетом как правило уже длительно текущим сахарным диабетом как первого, так и второго типа, которые к вам жалуются на головокружение. К вам приходят пациенты жалуются на головокружение. Вы конечно же можете отправить такого пациента к микрологу, но вспомнив о том, что у пациента есть длительно текущий сахарный диабет, спросите в каких ситуациях у него возникает головокружение. Если ваш пациент скажет, что головокружение у него возникает, когда он встает утром или после еды или при резком смене положения тела, да, при резком вставании, то подумайте о возможном наличии у него ортостатической гипотезии. Ну и проведите соответствующий тест, когда мы пациенту измеряем давление в положении лежа и затем в положении стоя. Вот снижение систолического артериального давления более чем на 20 мм толстого столба или диастолического на 10 мм толстого столба свидетельствует о наличии у него ортостатической гипотезии. Видите, что процент пациентов с этим осложнением довольно большой. Собственно, обращаю ваше внимание на то, что наличие артериальной гипертензии у пациентов с сахарным диабетом в разы увеличивает частоту развития кардиально-автономной невропатии. Посмотрите, пожалуйста, это практически 80% пациентов. И еще обращаю ваше внимание, что это пациенты не с начальными проявлениями кардиально-автономной невропатии, это уже умеренные и выраженные проявления кардиально-автономной невропатии. И, конечно же, наличие кардиально-автономной невропатии существенно повышает смертность у пациентов с сахарным диабетом. Если вы выявили у пациента это осложнение, то это так называемый красный флажок. То есть его надо взять на особый учет и еще более тщательно мониторировать у него все сердечно-сосудистые факторы риска и обязательно лечить кардиальную автономную невропатию. Ну и как мы можем с вами поставить диагноз? Есть тесты Эвенга и я вашему вниманию предлагаю очень простую методику. У вас наверняка у всех есть курсоксиметр и вот с помощью него можно провести такой вот диагностический тест. Это тест с глубоким дыханием. Мы просим пациента делать медленно вдох и выдох. В среднем это 6 дыхательных циклов в минуту. На счет до 6 вдох и на счет до 6 выдох. И вы в это время смотрите на частоту сердечных сокращений. В норме ЧСС на вдохе увеличивается и на выдохе уменьшается. И вот чем меньше разница ЧСС на вдохе и на выдохе, тем с большей вероятностью и более выраженно на кардиальную автономную невропатию имеет ваш пациент. И вы посмотрите, пожалуйста, что, к сожалению, мы с вами не так часто указываем это осложнение в медицинской документации, хотя значимость и наличие этого осложнения исключительно велика. И на ранней стадии поставить диагноз как раз-таки помогут специальные диагностические тесты, в частности, проба с глубоким дыханием. Потому что диабетическая кардиальная автономная невропатия, она тем и коварна, что она очень долго течет бессимптомно. Но по мере прогрессирования, конечно же, сами пациенты будут отмечать сердцебиение, к сожалению, толерантность к сердечным нагрузкам и ортостатическую гипотелию. Но, к сожалению, это уже тяжелое проявление кардиальной автономной невропатии, когда лечение уже не так эффективно, как на ранних стадиях. Поэтому диагностика на ранних стадиях стой важна. Ну, при сахарном диабете могут поражаться любые нервы. Поэтому я вам уже дала маленький секрет. Если у вас пациент сахарным диабетом, жалуется на боли где-нибудь. Сейчас это не только боли в ногах, как при диабетической классической вистальной поле невропатии. Пациент может вам жаловаться и на боли в руках, и на покалывание в пальцах. И не спешите, опять-таки, отправлять его к неврологу. И не думайте о возможном остеоподрозе, потому что остеоподроз не дает ему стороннюю симптоматику. В этом случае подумайте о том, что у пациента сахарным диабетом. У пациента может быть, опять-таки, вариант диабетической поле невропатии, в частности, поражение сердечных нервов, которое вызывает подобные симптомы. Это называется синдром запястного канала, которое очень часто развивается у пациентов с сахарным диабетом. Проявляются они минимум, пока в боли не в кистях, которые усиливаются при физической нагрузке и уменьшаются при встяхивании. Ну и вот еще одно такое проявление диабетической поли невропатии – это боли по наружной поверхности витара. Вот приходит пациент, возможно, даже с жалобами на повышенное артериальное давление. Да, ну и просто говорит вам, что вот у меня периодически возникает боли вот здесь вот в бедре, да, и показывает вам наружную поверхность бедра. Это пациент с сахарным диабетом. Наиболее частая причина таких симптомов – это сдавление наружного кожного нерва бедра. И более того, наши зарубежные коллеги предлагают вот такие симптомы поражения наружного кожного нерва бедра – это анимение, покалывание и боли по наружной поверхности бедра рассматриваются как такой вот красный флажок диабетической поли невропатии. Считают его даже одним из ранних проявлений диабетической поли невропатии. И это требует исключения не только поли невропатии, но и сам диабет, если у пациента такого диагноза нет. Ну, достаточно большое количество наших пациентов с сахарным диабетом диабетической поли невропатии – это пожилые люди. И вот, обращаю ваше внимание, что у пожилых людей гораздо чаще развивается автономная диабетическая невропатия. У них чаще бывают невропатические боли в ногах. В силу не только диабетической поли невропатии, но и поражения головного мозга у них выше риск падений и жалобы на неустойчивость в их ходьбе. Диабетическая поли невропатия может также у него маскироваться под другие возможные заболевания, в частности поражения сосудов нижней конечности. И очень часто у пациентов может быть сосчитанное поражение нервов. Не только диабетическая поли невропатия, но и какая-то другая. И у пожилых людей, даже страдающих с сахарным диабетом, недостаточно просто поставить диабетическую поли невропатию. Надо подумать и о возможных других причинах поражения нервов. Ну, в частности, это алкогольная поли невропатия, тем более, если есть соответствующий анамнез. Это гипотириоз и это дефицит витамина В12, который также очень актуален не только у пожилых людей, но и у пациентов с сахарным диабетом, которые получают метформин. Потому что доказано, что прием метформина приводит к снижению концентрации витамина В12 в крови, который в свою очередь приводит к поражению нервов и различию поли невропатии. Ну, вот еще одно проявление сахарного диабета. Некоторые авторы даже выделяют диабетическую цепалопатию как одну из форм поли невропатии, но это не совсем так все-таки. Это поражение головного мозга. А конкретно нарушение когнитивных функций у пациента, страдающего с сахарным диабетом. И здесь уже более такой вот полиэтиологический спектр причин. Это не только здесь метаболические нарушения, это и сосудистые нарушения, и даже нейродегенеративные процессы. Недаром считается, что болезнь Альцгеймера это сахарный диабет третьего типа, потому что показано, что у пациентов, страдающих с сахарным диабетом, болезнь Альцгеймера развивается в несколько раз чаще. Ну и это все приводит к различным когнитивным нарушениям у пациентов. Ну и вот наверняка к вам на прием приходят пациенты, которые вот между делом вам жалуются на стяжение памяти и говорят, что вот они стали в последнее время какими-то рассеянными, забывчивыми, не могут сосредоточиться, потеряли уверенность, или там вот стали какими-то заторможенными. Это все маркеры возможных когнитивных нарушений, и это может быть предъявление диабетической энцепалопатии, если у вашего пациента есть сахарный диабет. И как можно поставить диагноз? Уважаемые коллеги, я вам расскажу еще один нейтрологический секрет, и это сделать можно очень быстро, на приеме буквально, это займет у вас несколько минут. Как можно выявить возможные когнитивные нарушения у пациента? Надо ему назвать три любых слова, абсолютно любых. Он должен за вами эти слова повторить. Далее вы его отвлекаете, ну и вот очень хорошо его отвлечь вот таким вот специальным занятием. Мы просим пациента нарисовать циферблат и показать там любую вейну, например, без 15,2. Ваш пациент выполняет это задание, вы оцениваете, насколько хорошо он выполнил. Вот здесь как раз-таки представлен пример пациента с такими умеренными когнитивными нарушениями, и после этого вы опять его спрашиваете, три слова, которые вы с ним повторили до этого. Если пациент имеет какие-то сложности или с рисованием часов, или не может вспомнить одно из трех слов, то это очень такой важный симптом наличия когнитивных нарушений у него, и в данном случае, конечно же, это тоже требует терапии. Ну и вы можете сказать, ну у пациента наверняка есть артериальная гипертезия. Он, имея артериальную гипертезию, даже при наличии сахарного диабета и так будет иметь когнитивные нарушения. Причем тут сахарный диабет. Как мы можем доказать, что именно сахарный диабет приводит к когнитивной дисфункции? А очень просто. И такие исследования бы проводились на нашей кафедре, когда сравнивались когнитивные функции у пациентов с сахарным диабетом без серьезных сердечно-сосудистых факторов риска и у пациентов с различными сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вот когнитивные функции у этих двух групп были сопоставимы. Поэтому мы говорим о сахарном диабете как о независимом факторе риска развития когнитивных нарушений. Традиопедическое поле неуропатии лечится следующими основными направлениями. Первое и самое главное, конечно же, это контроль уровня глюкозы в крови, это патогенетическая терапия, симптоматическая терапия, если у пациента есть кардиально-автономная неуропатия, выраженная ампоцитическая гипотензия или болевой синдром и профилактика ослабления. К сожалению, контроль уровня глюкозы в крови доказано, снижает риск развития диабетической поле неуропатии только у пациентов с сахарным диабетом 1-го типа. Все мутицентровые исследования среди пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, когда проводился интенсивный уровень глюкозы, контроль уровня глюкозы в крови, к сожалению, показал фиаско, то есть контроль уровня глюкозы был жесткий, тем не менее, диабетическая поле неуропатии продолжала прогрессировать. И поэтому, конечно же, тем более актуальными становятся вопросы патогенетической терапии. И на сегодняшний день наверняка вам известно, что препаратом, патогенетическим препаратом для лечения диабетической поля неуропатии с доказанной эффективностью является тёхтовая кислота, которая является антиоксидантом, потому что именно окислительный стресс это основной патогенетический механизм повреждения периферических нервов у пациентов с сахарным диабетом. Ну и поэтому он здесь инактивирует свободные радикалы, и кроме этого он и нормализует энергетический обмен в клетках и восстанавливает акциональный трасс. То есть здесь мы не только подавляем сами механизмы развития диабетической поля неуропатии, но и восстанавливаем функцию повреждённых нервов. И эффективность тёхтовой кислоты на сегодняшний день не вызывает никаких сомнений, потому что было проведено много двойных следов в плацебо-контролированных исследований с включением как внутривенных, так и таблетированных форм препарата. И даже один метаанализ, который показал, что внутривенное введение препарата в течение 15 дней достоверно приводит к уменьшению проявления диабетической поля неуропатии и улучшению биологических функций периферических нервов. И поэтому, собственно, тёхтовая кислота имеет высокий уровень доказательности, это уровень доказательности А, в течение диабетической поля неуропатии. И что очень важно, что тёхтовая кислота также приводит к уменьшению проявлений кардиальной автономной неуропатии. Это показало исследование Декан, когда пациенты принимали перорально 800 мг тёхтовой кислоты в сутки, и это приводило к достоверному улучшению в реабилитации сердечного ритма у пациентов. Но я ещё раз обращу ваше внимание, что чем раньше мы начинаем терапию, с тем большей вероятностью мы получим положительный эффект, поэтому так важна ранняя диагностика. Ну и также тёхтовая кислота входит и в стандарты бережной помощи при лечении диабетической поля неуропатии в амбулаторной практике. Очень достойным представителем тёхтовых кислот является биролитион, это немецкий препарат, качество и эффективность которого были проверены временем, он уже давно на российском рынке. Этот препарат имеет как инъекционные формы, так и пероральные формы. И обращаю ваше внимание, что всегда возникает вопрос, как долго принимать тёхтовую кислоту. И вот есть на сегодняшний день мультицентровые исследования продолжительностью 2,4 года. Пациенты принимали 600 миллиграмм тёхтовых кислот каждый день. И надо сказать, что это было достаточно безопасно, потому что никаких значимых побочных эффектов при струбительном приёме у пациентов отмечено не было. Наоборот, был отметен позитивный эффект в виде уменьшения развития нейрологических симптомов. Поэтому диролюцион мы назначаем кому? Всем пациентам с диабетической полиневропатией и с болевыми, и с безболевыми формами. И не забываем здесь и о пациентах на стадии преддиабета, у которых есть или иные проявления поражения нервов. И чем раньше мы начнём лечение, тем лучше. Форма препарата зависит от стадии диабетической полиневропатии. Допустим, вам пришёл пациент с небольшим стажем сахарного диабета, у которого есть лёгкое не менее покалывание, приходящее в ногах. Вы можете такому пациенту назначить препарат пероз. Но если его стаж уже значительный, и тем более, если вы у него выявили признаки кардиально-автономной нервоти, в таких случаях, конечно же, лучше провести курс внутривенного введения биролитсиона в течение 10-15 дней. Тем более, что если у пациента есть проявление кардиально-автономной нервопатии, скорее всего, у него и вовлечён в той или иной степени желудочно-кишечный тракт, это приводит к нарушению всасывания препарата в кишечнике. Поэтому, тем более, здесь актуально внутривенное введение препарата. Ну и после внутривенного введения мы обязательно назначаем препарат пероз в течение минимум двух месяцев, потому что это позволяет закрепить терминстический эффект. Ну и, как результат, это приводит к уменьшению болевого седрома и к уменьшению проявления диагностической автономной нервопатии. Но что делать, если у пациента есть боли в ногах? Как я уже сказала, боли в ногах тоже уменьшаются на фоне приёма биролитсиона и как внутривенного введения, так и приёма препарата пероз. Но если эффекта тёплых кислот недостаточно, тогда у нас есть классическая нервологическая схема рекомендательная, какие мы назначаем препараты для уменьшения таких вот невропатических болей. Что это такое? Это жжение, покалывание, стреляющие боли, при которых не помогает мистерольный противооспалительный препарат. Поэтому, пожалуйста, дифференцируйте боль сама по себе очень гетерогенно. Если у пациента с архомодиабетом с оживущими болями в стопах, то вы можете рассмотреть назначение антиконкурсантов. Это габапентин или пригаболин. Но наши пациенты пожилые люди. И они очень тяжело переносят эту группу препаратов. Поэтому возьмите на заметку более безопасный. Вариант лечения невропатической боли это 5-процентный пластер с ледокаином персатис. И особенно актуальным его назначением является как раз-таки при поражении грубных корешков, о которых я вам рассказывала, или при поражении наружного кожного нервов бедра, когда боль на поверхности и видно, что наклеивание этого пластеря существенно уменьшит боль и позволит избежать побочных эффектов, которые могут быть в ней назначения антиконкурсантов и антидепрессантов. Ну и как мы лечим диабетическую энцефалопатию? Подход здесь схожий. Также мы в первую очередь организуем уровень глюкозы в крови, лечим соответствующие заболевания. Это гиперлипидмия, это артериальная гипертензия. Здесь также актуальным является назначение антиоксидантов. Ну и здесь все-таки диабетическая энцефалопатия имеет в одном, как один из патогенетических факторов нарушения микроциркуляции, поэтому здесь актуальным является и воздействие на этот фактор, в частности, с применением препарата курантин. Если у пациента выражены когнитивные нарушения, то мы можем рассмотреть назначения на дробных препаратах или специфических препаратов, в частности, именопитров, энандарецептов. По необходимости также таким пациентам можно назначить анксиолитики или антидепрессанты. Но вот для улучшения микроциркуляции возможно применение курантила. Это антиагрегант и вазодилататор. И тоже имеет достаточно широкий спектр терапевтических эффектов. Он и приводит к... И работает как антиагрегант, улучшает микроциркуляцию, улучшает реологию крови, приводит к расширению сосудов, нормализует венозный отток и также он увеличивает и передоступность оксидозов в сканях. Собственно, очень даже логично смотрится в картине лечения диабетической энцепалопатии. Как раз таки эффект курантила был показан у пациентов с дистерклатурной энцепалопатией. Принимали пациенты курантила 75 мг 3 раза в день в течение 2 месяцев и на фоне лечения у пациентов отмечалось уменьшение таких симптомов, как головные боли, двигательные и психоневрологические расстройства. Вообще курантил очень интересный препарат. У него наряду с его антиагрегантными свойствами оказывается еще есть иммуномодулирующие свойства. о них тоже с вами поговорим. Если говорить о лечении диабетической энцепалопатии, то схема здесь такая. По одной таблетке 75 мг курантила мы назначаем 3 раза в день в течение 2 месяцев. При необходимости доза может быть увеличена до 2 таблеток 3 раза в день. Ну и вот я уже начала вам рассказ про широкий спектр воздействия конкуратива на наш организм. И он оказывается стимулирует синтез интерферонов. И если вы смотрели его инструкцию, то возможно вас несколько удивило. Одно из показаний этого препарата это профилактика ОРВИЛ в период эпидемии. То есть он оказывается повышает неспецифическую резистентность организма к острой респираторной вирусной инфекции. Ну и сейчас конечно же эта тема особенно актуальна. Ну и вот в частности в исследовании было показано, что у пациентов это пожилые люди с сельсосудистыми фактами риску, у которых заведомо было снижение выработки интерферона, а вот применение курантила в дозе всего лишь на всего 50 миллиграмм один раз в неделю оказывается приводило к повышению выработки интерферона. И это на самом деле здесь очень много хороших моментов. Первое, что такая маленькая доза курантила, потому что наши пациенты так пьют гигантское количество таблеток, а для того, чтобы организовать профилактику урви, особенно в период 5 дней оказывается достаточно выпить всего лишь 50 миллиграмм один раз в течение одной недели. То есть 50 миллиграмм в течение 7 дней, один раз в неделю. Это в течение 4-5 недель. Но если речь идет о часто болеющих людях, тогда доза может быть увеличена до 100 миллиграмм. Здесь пациенты принимают 2 таблетки, через 2 часа еще 2 таблетки, и также это делается один раз в неделю, но здесь продолжительность терапии может быть увеличена до 2-2,5 месяцев. Препарат принимают утром натощак. Ну и конечно же вы можете взять это себе на заметку и к сожалению я не зря сейчас вспомнила об иммуномодулирующих свойствах курантила, потому что конечно же у каждого из нас есть доминанта, который называется ковид-19 и я в этом году сегодняшней встрече с вами посмотрела литературу и в частности есть несколько публикаций, которые позволяют выделить некоторые моменты у пациентов страдающих сахаром диабетом диабетом и которые были инфицированы ковид-19. Что же можно здесь отметить? Ну вы уже знаете, хорошо знаете, что наличие сахарного диабета сопряжено с более тяжелым течением вирусной инфекции и повышенной смертностью. Здесь даже авторы выделяют основные патологические механизмы, которые этому способствуют. Это повышение активности свертывающей системы у пациентов и нарушение иммунного ответа, а также обсуждает возможное прямое повреждение поделушной железы SARS-CoV-2. В литературе на сегодняшний день не доказана целесообразность отмены индивидеров АПФ и блокадров антифин-2 АПФ пациентов с сахтом диабетом, которые были инфицированы COVID-19, конечно же, подчеркивается необходимость еще более строгого контроля лекемии у этой категории больных. Наверное, такое свойство антиагреганта и противовирусного препарата у передамола даже вдохновило наших китайских коллег к применению. диабетомола у пациентов с COVID-19. В частности, есть публикация эффективности диабетомола у 12 пациентов с COVID-19, который был назначен диабетомол в дозе 50 мг 3 раза в день. Также им проводилась и другая терапия, это и противовирусные препараты, гормоны, антибиотики. И вот эти пациенты сравнивались с группой контроля, пациенты, которые принимали диабетомол. И вот у этих пациентов было отмечено снижение уровня Д-димера и повышение количества тромбоцитов и диабетомол достоверно по сравнению с группой контроля. И было вообще так вот отмечено, что скорее всего диабетомол привел даже к более легкому течению инфекции, потому что 3 пациента из тяжелых имели хороший терапевтический эффект, а 4 пациента, которые имели легкую вирусную внимание, полностью излечились и были выписаны. Поэтому автор даже предлагает рассматривать диабетомол и как возможный дополнительный препарат в лечении COVID-19, но, конечно же, это требует дальнейших исследований и наблюдений. Уважаемые коллеги, мы сегодня с вами поговорили о многообразных проявлениях поражения нервной системы пациентов с сахарным диабетом и обращаю ваше внимание еще раз, что это могут быть пациенты с преддиабетом. И чтобы я еще раз хотела вам напомнить, что диагностика 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 больной патии достаточно простая. В принципе, ваши пациенты просто помогут пожаловаться на те или иные симптомы, пока вы не менее боли в ногах или в руках или где-то еще, в грудной клетке или в наружной поверхности гидра. Обязательно у этих пациентов нужно проводить скрининг и кардиостулярный тест на возможное выявление у них кардиально-фаномной невропатии. спросите хотя бы, есть ли какие-то проблемы с агентивной функцией, если вам пациенты скажут да, то вот берите ему один из диагностических тестов, которые я вам предложила маньяку. Конечно же, мы оцениваем у них и другие сосудистые факторы риска. Эти пациенты, когда вы у них выявили любое осложнение с агентивной терапии, требуют назначения патогенетической терапии, это перолизион, внутривенный или пероз. Если у пациентов есть диагностическая энцефалопатия, то здесь вы можете назначить дипередомог, ну и конечно же все эти пациенты требуют мультидисциплинарного подхода к лечению и опять-таки уважаемые терапевты, конечно же, здесь вы являетесь главным дирижером в ведении таких пациентов. И я заканчиваю свое выступление в это непростое время, когда мы с вами и наши коллеги встали на передовой в борьбе с такой тяжелой инфекцией. Я хочу пожелать вам всем здоровья, здоровья вашим близким и сил всем нам и конечно же скорейшей победы. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Так, тут у нас некоторое количество вопросов. Не мешает выявлять когнитивные нарушения, как дифференцировать? Что, простите, когнитивные нарушения? Депрессия не мешает выявлять когнитивные нарушения, как дифференцировать? Ну, здесь нужно, конечно же, немножко очень хороший, очень актуальный вопрос. Действительно, депрессия это так называемая псевдодеменция, которая может маскироваться под возможные когнитивные нарушения. Здесь мы можем использовать специальные скрининговые шкалы для оценки депрессии, если вы думаете, возможное ее наличие у пациентов. когнитивные нарушения опять-таки надо внимательно спрашивать пациентов и оценивать характер их жалоб. Все-таки пациенты с депрессивной, они будут иметь немножко другой спектр жалоб. При когнитивных нарушениях у пациентов с сахарным диабетом у них, как правило, легкие и медленные когнитивные нарушения, когда пациенты, как правило, сами будут вам обращать внимание и жаловаться на снижение памяти, на рассеянное снимание, да, и вот эти маркеры основные, они как раз вам и подскажут все-таки на возможное наличие когнитивных нарушений. Насколько я знаю, для того, чтобы поставить диагноз когнитивных нарушений, обязательно оценивается наличие у пациента депрессией. Это исключение, конечно же. Потому что это очень рукооборок все идет, и очень трудно бывает разобраться по этому. Это правильный вопрос, но как дифференцировать это, наверное, к специалисту уже больше, чем к врачу в общую практику. Здесь, конечно же, нужно применять специальные шкалы, шкалы оценки депрессии и более расширенное нейропсихологическое тестирование, которое позволит оценить и наличие и степень когнитивных нарушений. Но это у нас на базе нашей клиники, клиники нервных болезней Первомосковского медицинского университета есть лаборатория памяти и специалисты, которые этим вопросом занимаются. Поэтому можете прислать какие-то центры к нам. В общем, мы две недели назад разбирали как раз проблемы депрессии, поэтому можно посмотреть этот семинар, вебинар. Там довольно подробно говорилось о том, как ставится диагноз, где ставится диагноз. Если действительно кого-то так впрямую интересует, можно найти в выложенном вебинаре. Так, может ли терапевт согласно действующим регламентам без консультации невролога выносить диагноз по линеропатию? Ну, я думаю, что здесь нет никаких противоречений, и по крайней мере предположить этот диагноз он точно может. но и так как у нас терапевт и врач общей практики собственно сейчас лечит все, я думаю, что здесь таких принципиальных равногласий наверное нет. если всех с полиинеропатии отправлять к нервопатологу, то нервопатологи закроют свои двери навсегда. Я думаю, что была все-таки терапевтическая патология, так и остается. Да, я надеюсь, сегодня я вам показала, что это не такая сложная диагностическая дилемма, и здесь я думаю, что терапевты справятся и смогут назначить соответствующую терапию. Ладно, теперь тут несколько вопросов по курантилу. Какова доказательная база эффективности курантила, кроме одного упомянутого маленького, видимо, разового исследования и насчет профилактики ОРВИ 50 мг курантила раз в неделю это серьезно под вопросом. Ну, это на самом деле серьезно, потому что именно такая схема лечения показала свою эффективность и инвитро, и у пациентов, и она даже прописана в инструкции к препарату, то есть это официальная инструкция к препарату и, естественно, она была основана на исследованиях. Что касается вот доказательной базы эффективности курантила, я просто рассказывала о нескольких его точках приложения, или вот именно противовирусная вот в частности вот исследования ну вот было исследование по эффективности курантила при дистрибатурной церквопатии это было это было открытое исследование вот ну и там ответились как и субъективные жалобы пациентов так и объективные показатели согласно может быть это был вопрос до того это конечно не высоко нет здесь было видимо до противовирусного как раз да к сожалению нет ну вы знаете курантил препарат мягко говоря не свежий и по нему очень много всяких исследований есть и надо просто садиться внимательно и читать все что вы хотите потому что там есть хорошие доказательства есть не очень хорошие доказательства я думаю да что лучше исследование это ваш собственный физический опыт поэтому возьмите на заметку попробуйте и у вас будет личное мнение об этом препарате решает все проблемы медицины разной но тем не менее препарат остается интересным несмотря на то что действительно ему 40 лет в обед так что-то Светлана Левченко плацебо тоже работает я поняла спасибо здесь имеется исследование как раз таки по оценке эффективности курантин хорошо здесь можно посмотреть это именно доказанная эффективность деперидамола вошел масштабно мультицитровом исследовании поэтому можно посмотреть его результаты и получить желаемый уровень доказательности насколько я знаю исследование ESPS 2 а дальше что-то непонятно то есть ничего нет не знаю вопрос какой-то ни о чем без начала без конца доказана эффективность деперидамола здесь вот наши коллеги упомянули еще одну точку приложения деперидамола это вопросы профилактики инсульта когда именно сочетание деперидамола аспирина это было более эффективным чем монотерапия аспирина и это имеет очень высокий уровень доказательности 1А у меня просто сегодня не было достаточно времени чтобы охватить сердце все-таки многие сейчас стали говорить что это не столько инфекции не столько воспаления сколько нарушения гемостаза микроциркуляции по сути ДВС ну а здесь как вы правильно отметили очень достойный и он очень многодранный препарат улучшающий микроциркуляции гепарина плазма плазма ФРС все должно идти в дело искать место этим препаратам надо это безусловно но тактика все-таки такая довольно узконаправленная именно на систему свертывания крови вот нет 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 Продолжение следует... Ну и кроме того, это исследование-то ему лет 10 уже, наверное. Оно совсем не свежее. Я еще раз говорю, исследований очень много, можно садиться, читать, смотреть, что доказано, что не доказано. Это вы очень правильно подметили, потому что диаметическая полиуропатия, она гораздо более многоплановая, чем я вам сегодня рассказала. Внутри диаметической полиуропатии есть отдельные формы, которые спорты началом и в основе которых лежит именно аутинумный механизм. Я их только помню в начале, в частности, это диаметические радиполоплексопатии. Именно при таких формах можно проводить сеансы плотинфереза, более того, на базе нашей кафедры нервной болезни нашли уважаемым профессором Ольга Винна Зиновьева. Такая работа проводилась, она оценила эффективность плотинфереза у пациентов с такой аутинумной формой диаметической полиуропатии. Это диабетическая радиполоплексопатия, она получила хорошие результаты. Но все-таки использовать плотинферез при всем формах диабетической полиуропатии, наверное, не совсем правильно. И при других полиуропатиях есть очень хорошие результаты при диабетической, просто руки не по мне не доходили. Может быть, попробовать полечить этих больных? Конечно, если это далеко зашедшие формы, то уже поезд ушел, там ничего не восстановится. Он на каких-то ранних постах формах. Да, это была докторская диссертация Зиновьевой Ольги Евгеньевны, которая как раз-таки использовала позинферез на влечение именно особой формы диабетической полиуропатии. Это диабетическая радиполоплексопатия. Спасибо, что вы отметили важность вопроса поражения центральной нервной системы, а именно развития диабетической энцефалопатии. Потому что именно у пациентов с сахарным диабетом это исключительно важно, потому что пациенты с гигнитивными нарушениями не могут правильно рассчитать дозу инсулина. Они не могут правильно выполнять рекомендации, что, естественно, улучшает контроль гликемии и еще более повышает у них риски всех сопутствующих осложнений. Поэтому коррекция гигнитивного статуса у пациентов с сахарным диабетом исключительно важна. Все, при всем вообще никто не использует. Естественно, мы находим какие-то показания, какие-то формы. Но просто сам подход, мне кажется, у меня... Хотелось бы с этой статьей, если можно ее прислать, у вас же координаты теперь есть наши все, да? Скиньте на нее ссылочку, потому что было бы очень интересно. Спасибо. Да. Так. Да. Ну да, но еще бы очень хорошую вбросили, так сказать, информацию, что сахар в крови не влияет на уровень Да, но там антитела в крови А в самом деле Ну тем не менее, да, очень интересно подняли тему Я обычно не рассказываю об этой терапевтической аудитории, поэтому мне очень приятно С помощью вас мы с вами, собственно, охватили весь спектр диабетических полинепропатий Уровня глюкозы нет Более того, есть данные о том, что снижение, нормализация глюкозы до четырех с половиной в одиннадцати раз выше дает летальность, чем глюкоза двенадцать То есть, в принципе, гипогликемия она гораздо более страшна, но это, правда, вряд ли связано с поражением нервной системы, я думаю, там разные механизмы, но и тем не менее А про плазму феррес я напомню, конечно, что-то, может быть аудитория об этом не очень знает. Есть такой Гильен Баре, любимая тема, да, где вы вылечиваете больного на раз-два-три если начали вовремя Если не начали вовремя, это овощ на всю жизнь И время на раздумье, это несколько часов Ну, сутки, ну, двое, ну, в общем дальше все плохо Ну, иммунный же механизм Да нет, это другой вопрос, я сейчас не совершенно, я просто как аналог Так, ну, я так смотрю, что больше вопросов у нас нет Да, тогда мы будем сегодня заканчивать Спасибо большое Да Значит, я не знаю, будет ли у нас 22 заседание Пока непонятно Мы его снимали, потому что 22 должно было быть Должно было быть голосование по Конституции, но оно, видимо, не состоится Вот, ну Вот, ну Ну, посмотрим Может быть, сделаем, может быть, не сделаем Второе, значит, сегодня, наконец, удалось расшифровать вебинар по ковиду, которого я делал в прошлый четверг Почти неделя ушла на то, чтобы его превратить в удобоваримый вид И можно было его сегодня выложить Значит, ищите, смотрите Мы будем рассылать, естественно, всем Он длинный, 3 часа, 2 часа лекции, час ответов на вопросы Очень много тем обсуждается И социальные, и карантинные, и так далее У меня взгляд на это на все очень критичный И я пытался, конечно, обосновать свои позиции, свои подходы Спасибо 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 Спасибо